Верхом на портфеле Сарское село На уроке истории мы проходили освоение Сибири. Ух и скукота, доложу я вам, учитель стоял у доски и рассказывал про то, как в стародавние времена всякие там воеводы сражались друг с другом. От скуки мы с Вадиком затеяли под партой игру в крестики-нолики. Я уже два раза выиграл и собирался в третий раз его обыграть, но учитель заметил нашу возню и поднял меня с места. Рыжиков к доске. А что сразу Рыжиков? Недовольно пробурчал я. Как что так Рыжиков? Будто в классе кроме меня никого нету. Ты урок выучил? Нет, не выучил, честно признался я. И что же тебе, дружочек, помешало выучить урок? Спросил Дмитрий Михайлович. Снова весь день в футбол играл? Да нет, просто к нам мой дядя, папин брат, в гости из Хабаровска приехал. Он там сейчас живет. А в детстве и папа там жил. А дядю я давно не видел. Соскучился, вот, и не получилось у меня вчера уроки выучить. Из Хабаровска? Почему-то обрадовался учитель. Замечательно. И что тут замечательного? Удивился я. Ну, замечательно, что из Хабаровска, сказал историк. Очень хороший и красивый город. Да, улыбнулся я. Дядя говорит, что это самый красивый город на Дальнем Востоке. Там еще большая река есть. Амур называется. Все правильно, Рыжиков, кивнул учитель. Только скажи нам, пожалуйста, а в честь кого этот город назвали? Не знаю. Опустил голову я. Ну вот, как нехорошо, расстроился Дмитрий Михайлович. Твой папа родом из Хабаровска. Родственники там живут. А ты даже не знаешь историю города. Ведь его так назвали в честь знаменитого землепроходца. Ерофей Палча Хабарова. И кто он такой? Ребята оживленно зашумели. Дмитрий Михайлович, расскажите нам, пожалуйста. Атаман Хабаров был предводителем небольшого войска казаков. Начал рассказ историк. Вместе с ним он шел вдоль реки Амур и завоевывал сибирские земли, присоединяя их к русскому царству. Говорят, он был самым бесстрашным и никого на свете не боялся. Именно он и основал село, которое потом выросло до большого города. А спустя 250 лет получил название Хабаровск. Надо же, удивился я. А кто из вас, ребята, еще знает какие-нибудь города, названные в честь знаменитых или великих людей России, задал вопрос учитель. Я знаю, я, подняла руку Светка Сироткина. Город, в котором родилась моя мама, называется Пугачев. Там жил Емельян Пугачев, тот самый, который бунт поднял. Правда, когда он там жил, город по-другому назывался. Это его потом в честь Пугачева назвали. Верно, улыбнулся учитель. А еще... А я летом к бабушке в город Чайковский ездил, встал со своего места Коля Акимушкин. В тех краях Воткинский Петр Ильич Чайковский родился. Великий русский композитор. Его все знают. Город Лермонтов, город Менделеевск, город Чехов, Екатеринбург, кричали ребят наперебой. А я побывал в городе Пушкине, сказал Федька Сарделькин. Раньше это место называлось Сарское село. Ну, тут весь класс просто грохнул со смеху. Этот Сарделькин вечно буквы путает. Просто ужас какой-то. Вместо цапли, говорит, цапля. Вместо цирка, сирк. Зря смеетесь, ребята. Учитель постучал указкой по столу. Ведь Сарделькин-то прав. Царское село раньше действительно называлось Царское село. Не может быть, воскликнул Вадик Сорокин и даже подскочил на стуле. Может, улыбнулся учитель. А все потому, что давным-давно на месте Екатерининского дворца стояла усадьба шведского магната. И место это по-шведски называлось Царская мыза. Что в переводе значит возвышенное место. Позже, когда там выросло большое село, его стали величать Царским. А затем уже Петр Первый подарил это село своей жене, царице Екатерине. И оно получило название Царское село. А еще это место знаменито тем, а знаем, знаем, там учился Пушкин, выкрикнул Женька Мисочкин. Правильно. В Царской сельском лицейке, вновил учитель. Там он написал свои первые стихи и прославил те места, которые позже переименовали в город Пушкин. А почему города называют в честь великих людей, спросила Наташа Галкина с первой парты. Потому что знаменитые люди там родились в тех местах или жили, правильно? Ну, по разным причинам, ответил Дмитрий Михайлович. Кто-то из великих там учился, кто-то воевал, а кто-то просто жил и работал. Бывает, что город называют в памяти о великом человеке, как, например, город Лермонтов. Великий русский поэт там никогда не бывал, а город его в честь все-таки назвали. А бывает так, родился человек, прославился, стал великим, а город, в котором он родился и вырос, уже имеет старинное русское название. Люди за века так привыкли к названию своего города, что становится просто жалко терять такое красивое имя. Урок закончился, а мы по дороге домой все никак не могли успокоиться. До того нам понравилось, что по фамилиям знаменитых людей, оказывается, города называют. Вот если бы я стал известным, заявил двоечник Бубликов, мою честь, город бы так и назвали, город Бубликов. Тоже мне великий, засмеялся Генка Царапкин. Вот город Царапкин действительно звучит. Или город Чайников, заулыбался мечтательный Пашка Чайников. Вот стану великим футболистом и назовут мою честь город, где я родился. В твою честь мог только футбольное поле назвать, пошутил Гришка Сапожков. А в честь тебя обувной магазин, обиделся на него Пашка. А как вы думаете, ребята, а в честь двоечника могут город назвать? Спросил я друзей. Представляете город Рыжиков? На центральной площади памятник, а на постаменте в бронзе стою я, а у моих ног дневник лежит, а там одни двойки. Внизу надпись «С самому знаменитому двоечнику на свете». И моя счастливая мама с гордостью всем хвасталась бы. Посмотрите, и двоечники тоже бывают знаменитыми. Как мой сын, например. «Нет, это вряд ли», — не согласился Генг. «Такое невозможно. Известными становятся только отличники». «Придется стать отличником», — горько вздохнул я. «Ведь так хочется быть знаменитым, как Пушкин или Кобзон». «Ведь так хочется быть знаменитым, как Пушкин или Кобзон». «Ведь так хочется быть знаменитым, как Пушкин или Кобзон». «Ведь так хочется быть знаменитым, как Пушкин или Кобзон».